Опыт показывает, что при увеличении напряжения между электродами сила тока возрастает. Это происходит до некоторого значения напряжения. Дальнейшее увеличение напряжения не приводит к изменению силы тока и она остается постоянной. Наблюдается ток насыщения. Почему же так происходит? При небольших значениях напряжения не все ионы и электроны достигают электродов. Некоторые из них рекомбинируют, образуя нейтральные молекулы. Наконец, напряжение принимает такое значение, при котором все образовавшиеся под действием данного ионизатора ионы и электроны участвуют в направленном движении и достигают электродов. Если после достижения насыщения продолжать увеличивать напряжение, то наступает момент, когда сила тока резко возрастает. Причем даже если убрать ионизатор, разряд не прекратится. Такой разряд называется самостоятельным. Рост тока происходит из-за того, что резко увеличивается число заряженных частиц в сосуде. Причиной этого является то, что электроны, ускоренные электрическим полем, приобретают энергию, достаточную для ионизации атомов при соударении. При этом происходит лавинообразное нарастание числа электронов и положительных ионов. Однако образование электронной лавины является необходимым, но недостаточным условием для существования самостоятельного разряда. Посмотрим, что же происходит на отрицательном электроде. Ускоренные электрическим полем положительные ионы, подлетая к отрицательно заряженному электроду, выбиваются с его поверхности новые электроны. Имеет место вторичная электронная эмиссия. Эти электроны будут ионизировать нейтральные атомы, следовательно, поддерживать лавину. Для существования самостоятельного разряда необходимо выполнение трех основных условий. Ионизация электронным ударом. Образование электронной лавины. Вторичная электронная эмиссия.